Преобразователи А также для формирования трапециоидеальных импульсов и синусоидального напряжения при двухстороннем ограничении Различают односторонние и двусторонние амплитудные ограничители, последовательные и параллельные Рассмотрим отдельные виды диодных амплитудных ограничителей Последовательный диодный ограничители В данном варианте диод включается последовательно с сопротивлением нагрузки Во время положительного полупериода синусоидального входного напряжения диод открыт И его сопротивление мало по сравнению с сопротивлением нагрузки Почти все входное напряжение выделяется на нагрузки В данном случае вариант ограничений снизу на нулевом уровне Если поменять местами выводы диода, то диод будет пропускать ток во время отрицательного полупериода входного напряжения Получается ограничение сверху на нулевом уровне Ограничение входного напряжения можно осуществить с применением дополнительного источника питания С помощью такого ограничителя можно осуществить селекцию импульсов по амплитуде Следующий вариант параллельный диодный ограничитель Здесь диод включается параллельно нагрузке Ограничение снизу или сверху определяется способом включения диода При полярности входного напряжения, когда диод открыт, малое сопротивление диода шунтирует нагрузку и выходное напряжение близко к нулю Чтобы ограничение происходило на определенном уровне, отличном от нуля, в ограничитель добавляют дополнительный источник питания Амплитудный ограничитель – неотъемлемая часть схем приема передающих усилительных устройств, телевизионной техники, устройств мобильной связи и телекоммуникации Продолжение следует...